СВЕЖИЙ СЮЖЕТ Когда появились первые кадры, с места трагедии стало понятно, что погибли люди, в том числе и дети. За поребриком начался настоящий праздник. Ох, друзья, как же они радовались и изгалялись. Уебали в дом. Харьков. Похуй, мало. Каждый день нужно. Харьков, ну что, не зламный. Все ломается. И такая ненависть к Харькову и харьковчанам вполне себе объяснима. Путинские черти просто мстят местным жителям за нелюбовь. Они же ведь еще недавно собирались город безлюдным сделать. Кричали об окружении и санитарной зоне. Взятие или разрушение Харькова окажет, безусловно, тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать от колена. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись. Когда Владимир Путин говорит о санитарной зоне для Белгорода. Харьков уж мы никак не обойдем, не оставим его без внимания. Но российская армия выполнить задачу не смогла. И привычно дала подливы. Более того, недавно Харьков праздновал День города. И весь интернет был забит вот такими видосиками. Дурки! 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 Отчего за поребриком начались массовые инсульты пятых точек. Согласитесь, сложно с такими вводными темники прокачивать о русском городе и встрече цветами. Впрочем, прилетело, конечно же, не из-за песен. Просто ненавидят они Харьков и хотят стереть его с лица земли. Харьков надо обесточить до такой степени, чтобы он стал нежизнеспособным. Что вот эти 800 тысяч человек, которые там остались, сели в машины пешком, стюками, на повозках и на запах. Но есть у убогих в этом сценарии проблемка. Ведь за два с половиной года войны украинцы отлично осознали, что остановить путинских недолюдей может только симметричный ответ. Вспомните, например, как россияне со стервенением украинские порты бомбили. Который день продолжаются атаки российских ракет на транспортную инфраструктуру Украины. Ну или того, что раньше было Украиной. Причем не просто транспортную, но портовую инфраструктуру. А после хорохорились, мол, без разрешения России никакой зерновой сделки не будет. Это хорошо знакомые такие стационарные цели. Легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Нету зерновых терминалов. Нету зерновой сделки. И большая часть планеты была уверена, что так оно и получится. Все-таки могучая Россиюшка, лучше с ней не связываться. Но украинцы поступили иначе. И вместо смирения принялись атаковать суда, выходящие из российских портов. А сегодня ночью война вышла на новый уровень. Они фактически объявили морскую войну. Причем атаковав беззащитный гражданский корабль. Под вопрос поставлена сама свобода судоходства восточной части Черного моря и Азовского моря. Это прямая и явная угроза Российской Федерации. В Кремле тогда началась истерика. Ведь торговля в Черном море важнейшая составляющая экономики РФ. Ну а дальше, понимая, что размен выходит не в пользу, россияне отступили. И теперь торговые суда спокойно себе выходят из украинских портов, плевав на мнение России. И вообще я два дня слежу, как это судно с названием, состоящим из двух слов, дошло до турецкого побережья. И вчера его охраняли Миги с Байрактаром. А что получается? Не очень-то и нужна, оказывается, зерновая сделка. Можно России сказать, слушай, ну не хочешь, не надо, сами будем работать. И этот пример мы сейчас привели только с одной целью. В истории с обстрелами нужно поступать ровно так же. Ударили черти по Харькову? Получайте молниеносный привет по Курску, Шебекиной, Белгороду. Что, собственно, и случилось на этот раз. Вы бы видели, как убогие заныли. Кукаряку, фашизм, терроризм. Ну то есть детей в Харькове вам убивать нравилось? А как получили симметрично по роже, сразу включается режим анаста за что? СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород. Следователи устанавливают обстоятельства атаки на Белгород и его окрестности. Устанавливаются лица, причастные к совершению теракта. Их действиям дадут правовую оценку. Но есть все же скромное мнение, что еще некое количество моментальных ответок и холопы в приграничной зоне как минимум призадумаются. Мол, а стоит ли минута радости того, чтобы потом самим выгребать? Впрочем, по состоянию на сейчас, как федеральные, так и региональные телеканалы наоборот настраивают хомячков на усиление террора. Мы, например, были в реальном шоке, глядя, как убогие пропагандисты мечтали о разрушении дамбы под Киевом. Когда будет дожди, холода, когда вода наполнит водохранилище, тогда нанесен будет удар, чтобы была брешь, которая, и вода, напор будет, волна настолько огромная, что смоет нафиг и подол, и оболон, и выгуровщину, и еще много-много другого. Мол, после этого смоет целые районы. А в будущем российская армия так вообще должна эту дамбу подорвать. Я уверен в общем, что когда наши войска выйдут за территорию ДНР и ЛНР и пойдут дальше, то я уверен, что они взорвут эту ГЭС, волна действительно пойдет, и пойдет все это дальше. То есть, если после подрыва Каховской ГЭС россияне еще хоть как-то пытались строить из себя невинных карасиков, то теперь, что называется, маски сброшены. Ах, как же им нравится воевать с мирными людьми. В принципе, украинская колония уже обречена. Все, она уже обречена. То есть, все прекрасно понимают. Впрочем, опять-таки, давайте исходить из того, что открывая ящик Пандоры, Путин и компания из своих подставляют под ответный удар. Ударили по Киевской ГЭС, мигом получили по Рязанской ГЭС. Был хлопок, б***ь, и вот сейчас... Горит что-то, да, горит что-то, что-то въебал, короче, на грессе, нахуй, заебатый был хлопок. При этом развитие украинского ВПК позволяет с каждым месяцем увеличивать дальность ударов. Да и боевая часть увеличивается. Все, наверное, видели украинский ударный беспилотник аж в Мурманской области. И как бы не хорохорились пропагандисты, как бы не рвали волосы на груди, а эта тема их волнует. Волнует, потому что каждый украинский дрон, каждая украинская ракета, летящая по РФ, как бы намекают. Заявленная Путиным демилитаризация полностью провалилась. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. Вот почему любое упоминание об успехах украинского ВПК вызывает истерику в студиях ток-шоу. Любого, кто осмелится сказать неудобную правду, тут же стараются засмеять, перекричать, а то и вовсе нарекают предателем и ждуном. Мы, к сожалению, опять, в очередной раз живем иллюзиями в отношении Украины, что там все развалывается и так далее. Извините, вот этот дрон поленица, реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. Нереактивный дрон новой модели имеет дальность 2000 километров, который тоже уже запустил в серию и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. Это осуществляют диверсанты местные. Какие диверсанты? Какие диверсанты? Да такие. Какие? В этом самом... Да такие же, как вы. Кстати, бомбит у пропагандистов и от сроков, которые длится война. Не смейте считать дни, вереща в студии канала НТВ. Уже 21 день украинские войска находятся на территории Курского. Вы считаете, Андрей Владимирович? Я считаю, потому что это позор. А, я еще раз напомню, что через 84 дня будет тысяча дней войны. Это тоже позор. И мы ладно. Это с вашей точки зрения личное, Андрей Владимирович? Или это вам киевские товарищи попросили? Это моя личная точка зрения. И глядя на все это, очень хотелось уточнить. А что такое? До начала спецоперации вы там всей кукаречечной как раз очень любили дни считать. Мы неуязвимы с точки зрения горячей войны. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Ну то есть хотели победить за 2-3 дня, а скоро будет тысяча. По-любому спецоперация по плану идет. Путин все так и планировал. Надо что-то сказать про слово, а я не буду ничего говорить про слово. Я про слово вам просто песенку спою, хоть петь я не умею. Все идет по плану. А еще, очевидно, царь планировал, что к тысячному дню спецоперации боевые действия будут идти на территории Курской области. Причем Россия будет хаотично обороняться, теряя на марше уйму техники. Ни хера себе! Стреляют! Стреляют? Воеприпасы. Поворачивайте нахрен! Ясно. Не успели мы с вами, друзья, насладиться эпичным разносом российской колонны в районе Рыльска, как мудрые отцы-командиры отправили на убой теперь уже инженерные войска России. Дело в том, что украинская армия постепенно отрезает от сообщения Глушковский район Курской области. Если смотреть на карту, мы получаем вот такой вот прямоугольник, который Украина отгрызает себе в Курской области. Видимо, и вынашивает планы украинское командование все-таки больший кусок отрезать в Курской области за счет уничтожения нашей логистики. И чтобы не попасть в котел, у российской армии есть два варианта. Либо переплывать в плавь сейм, либо пытаться строить понтоны. Последняя идея сродни самоубийству с учетом наличия у ВСУ огромного количества дронов и особенно кассетных хаймарсов. В ежедневном режиме наводятся понтонные переправы. Они, конечно, тут же попадают под огонь украинской высокоточки. Очень часто по ним применяются хаймарсы с кассетной начинкой и пытаются подловить на марше противник наши понтонные машины. К сожалению, несем здесь потери. Но цена Ваньки в путинской России, как известно, стремится к нулю. И похоронив у бегов сейма целые подразделения инженерных войск, генерал Лапин продолжил гнать новые части, по сути, на кладбище. Причем, если раньше оккупанты хотя бы доезжали до реки, то теперь их разносят тупо на марше. Машины сегодня ночью, по-моему, расстреляны. Это в любом случае жертвы есть, но молчат. У нас все под контролем. Говорят так. Где там Соловьев, любивший покричать, как Родина бережет каждого бойца? Давайте угадаем. Триндит о чем угодно, только не о космических потерях. Причем о космических мы сейчас не красного славца ради. И не для того, чтобы взбодрить всех на фоне трэша в районе Покровска. Вовсе нет. Просто почитайте, какую цену платит Россия за свои штурмы в Донецкой области. Если днем тебя не уничтожат, то ночью тебя будет видно еще лучше, чем днем. И спрятаться там негде. Работают х**лыми наметами, сбросами с мавиков, применяют FPV-камикадзе, бабу-ягу, лепестки и кассеты. Там лежат чьи-то братья, дети, мужи, отцы, пацаны, которые БП. Их нереально эвакуировать, и это понятно. Просто суть, что туда отправляют на верную смерть. Из раза в раз и командованию насрать на все. Это, если что, популярный российский околовоенный ресурс зраду разгоняет. Ну а нам из этого всего важно понимать, что мяса за поребриком безусловно много, но не бесконечно. И с таким отношением отцов-командиров с каждым днем забрасывать украинские позиции трупами будет все сложнее. А потому давайте не ныть, глядя на карты Дипстейт, и не включать режим Страуса, прячась от проблем, а бороться и помогать армии. Ведь кто не помогает армии своей, будет кормить чужую. А еще будет в ее составе посадочки штурмовать. Задумайтесь об этом, пока еще не слишком поздно. Думаете, Страус, прячущий голову в песок — это миф? Ошибаетесь. Мы нашли такого Страуса и даже узнали, что зовут его Владимир Путин. Пропал человек. Серьезно, я не шучу. Вы нигде не видели Владимира Владимировича Путина, нет? Последнее время всех на болотах то и дело волнует главный вопрос. Почему ВВХ и его придворные делают вид, что в Курской области ничего сверхнеобычного не происходит? Если бы мы узнавали о жизни страны исключительно по сайту главы государства, то 18 и 19 августа мы находились бы в полной уверенности, будто не случилось ничего важнее, чем визит Путина в Баку, где он осмотрел территорию белого города, возложил венок к могиле Алиева-старшего и к монументу Вечный Огонь. Он годами пугал свой народ военной угрозой извне. И вот когда армия иностранного государства действительно зашла на территорию скрипоносной страны, недоцарь Путин не то что ничего не делает. Даже, по сути, ничего внятного в отношении событий в Курской области не говорит, а ведет себя так, словно все идет по плану. Почему воинствующий президент уже две недели делает вид, что ничего не происходит? Третью неделю в Курской области идут бои, и третью неделю мы не можем дождаться хоть какого-то внятного обращения или комментария от Путина по этому поводу. Страна как будто информационно обезглавлена, натурально. Россия теряет контроль над десятками своих населенных пунктов. Местные жители покидают дома. Солдаты, в частности срочники, пачками попадают в плен ВСУ. Идут бои. И все это уже на территории России. В подобных обстоятельствах первое лицо государства обязано, казалось бы, что-то предпринять. Ну, как минимум, приехать поближе к месту действия. Встретиться с эвакуированными в Курске, допустим. Предложить людям что-то, помимо жалких 10-15 тысяч рублей, которые не всем удается вырвать у государства. Но не таков Владимир Путин. Да, совсем не таков. Чем же на фоне горячих событий в Курской области занимается бункерный диктатор? Чем занят Владимир Путин, пока ВСУ захватывают Курскую область? Он путешествует. Где только не побывал за это время кремлевский упырь. Давайте вместе загибать пальцы. Посмеялся и попил чаю без галстуков с Алиевым в Азербайджане. Продегустировал яблоки и походил по колхозу в Кабардино-Балкарии. Стал на колени перед мемориалом погибших в страшной бесланской трагедии в Северной Осетии. Ну и примерил наушники и поцеловал Коран в Чечне. Да уж, вовлеченность в происходящее в Курской области на максимальном уровне. Но вот в чем дело. Если внимательно проанализировать 25 лет правления Путина, то окажется, что для пляшивого Шизика всегда было в порядке нормы теряться в кризисных ситуациях. Так сказать, не очень национальный лидер любит быть вместе со своим народом в трудную минуту. В данном случае на Курщине. Приезд Владимира Путина туда, он будет равнозначен признанию, да, частичному своей ответственности за это. Владимир Путин привык к тому, что если ты не комментируешь проблему, то она улетучивается. Ну сама пройдет через какое-то время, но ты не будешь с ней ассоциироваться, твое лицо не стоит рядом. Вот есть наступление в Курской области в СУ, а лица Владимира Путина нет. И, как правило, существует два варианта поведения Путина в кризисные моменты. В одном случае он реально на какое-то время исчезает со всех возможных радаров. Как говорится, падает на дно и выжидает, пока все не уляжется. А в другом плешивый фюрер демонстрирует бурную деятельность, отвлекая внимание общественности от неприятных для него и глубинного народа событий. Вот как в случае с Курщиной. Пока в Курской области продолжаются военные действия, Владимир Путин не теряет время зря. Например, во время визита в Чечню Путин, среди прочего, успел посмотреть на стрельбу сына Рамзана Кадырова, Адама. Бункерный дед усиленно пытается создать иллюзию нормальности. Катается с визитами по всей стране, мол, ничего там сверхъестественного во всяких суджах не происходит. Посмотрите лучше, какие яблочки у нас на болотах растут, да конфетки делают. Появилось, просто появился, увеличили сады до 200 метров. Я думаю, что он сам себя успокаивает, потому что я полагаю, что он в полном шоке находится от происходящего. Короче говоря, все указывает на то, что Путин очень сильно нервничает из-за Курской области. Вторжение ВСУ на территорию РФ стало для него неожиданным ударом и большим шоком. Поэтому сейчас он вместе с пропагандой всячески пытается запудрить людям мозги. В страну зашла армия кремлевского противника, а телеканалы не то, что не переверстываются и не штампуют спецвыпуски, а продолжают спокойно рассказывать о праздновании тысячелетия Суздаля. Ну, а также о выставке будущего в Москве, а в прайм-тайм на канале «Россия» астролог. Астролог рассуждает, что уж в следующем году точно всех победим, потому что ему так звезды сказали. Проход Сатурна по Луне был там... Что это значит? К чему это приведет? Указание народа. Там, кроме того, очень сильное напряжение от Марса идет, то есть это указание на войну. Но, как мы уже сказали выше, в поведении ВВХ нет ничего удивительного. Он всегда так себя вел и ведет на фоне всевозможных трагедий, терактов и катастроф. Так что давайте вспомним самые показательные и яркие примеры. Сколько это может продолжаться? Они за 57 тонн у нас закрыты сейчас консервные банки у нас. Где? Зачем я его растила? Скажите, у вас есть дети? Начнем с гибели подлодки «Курск». Трагедии, которая однозначно ассоциируется с расцветом президентской карьеры Путлера. Она утонула. Вы наверняка помните историю о том, что в то время, как моряки медленно умирали на дне Баренцева моря, президент не до великой страны отдыхал в Сочи. С родственниками моряков, обреченных на страшную, медленную и безысходную смерть от удушья на глубине 108 метров, Владимир Путин встретился только на 10-й день. Публика тогда, мягко говоря, не очень радушно встретила своего президента. Они были готовы разорвать его. В зале плакали жены, плакали дети, матери и сестры подводников. Все они требовали поднять подлодку и кричали, что их мужья и сыновья, их братья еще живы и задыхаются во всяких «Курск». Люди требовали объяснить, почему медлили с иностранной помощью. Поговаривают, что именно в тот момент, именно на той встрече, тогда еще молодой Путлер уяснил для себя две важнейшие истины. Во-первых, он понял, какими инструментами можно утихомиривать убитый горем нищий народ. Впервые в истории России семьи погибших военных получили денежную компенсацию. Она составила в среднем 25-35 тысяч евро. Суммы настолько большие, что некоторые из них решили, будто бы их покупают, чтобы они не подали в суд на государство. Видимо, тогда в Ведяевском доме офицеров Путин понял, что горе и память имеют цену. Что можно купить молчание людей, тем более, если они доведены до нищеты. А во-вторых, тогда трусливый чекист раз и навсегда решил, что встречи с разъяренными холопами – это точное испытание не для него. Так сказать, ниже его недоцарского достоинства. Он же позвонил на Первый канал и сказал, что Первый канал нанял шлюх, которые выступили по Первому каналу, чтобы дискредитировать его. Кажется, это был один из последних случаев, когда Путин общался с обычными жителями, а не с актерами из ФСО. И тогда КГБшник Вова испугался. Ну, конечно, реальные люди с настоящими эмоциями вводят кремлевского упыря в полный ступор. При встрече с ними его сковывает страх и паника. Он ощущает брезгливость и вообще не хочет ассоциироваться с негативом, и не собирается унижаться и просить прощения у простолюдинов. Он избегает общения с народом, не понарошку. Возможно, дело в тяжелом опыте. Он уже не вышибает. Мне не мешает мне. Так что все в таком положении, я тоже себе не представляю, развалились все средства. Со времен подлодки Курск Путин старается максимально дистанцироваться от всевозможных трагедий и катастроф, регулярно происходящих на просторах скрипоносной страны. Достаточно вспомнить и про Норд-Ост. 23 октября 2002-го во втором отделении мюзикла на сцену ворвались вооруженные террористы. Мужчины с автоматами и женщины со взрывчаткой на поясе. Они захватили в заложники весь театральный зал, а там родители с детьми. Артистов, среди которых есть дети и работников сцены, всего больше 900 человек. Кошмар продолжался 58 часов. За все три дня, пока террористы удерживали заложников в концертном зале, первое лицо Эрефии так и не приехало в ДК на Дубровке. Не отправился он туда ни после теракта, ни на первую, ни на 20-ю годовщину трагедии. И почти аналогичная ситуация с Бесланом. Его не было в бесланской школе номер один. Только в четвертую годовщину самого чудовищного теракта в истории современной России он приехал на кладбище в Беслан. Что характерно, в десятую годовщину он отправился в Монголию, чтобы отметить 75-летие победы на Халкинголе. Ни разу с момента теракта Путин не был в школе, в которой произошла одна из самых страшных трагедий в истории России. И вот отправился туда лишь сейчас. По сути, просто, чтобы отвлечь внимание россиян от Курской области. Раз уж про Курскую область сказать нечего, а лицом как-то светить надо, то, видимо, пиарщики придумали вот такое турне. И сознательно, естественно, занижают значимость того, что происходит сейчас в Курской области. Встреча с типа матерями погибших в бесланской школе детей, кажется, и вовсе стала апофеозом поездки Путлера в Северную Осетию. Они ничего не говорят, они просто сидят в черном напротив Путина и молчат. Ну и как бы выслушивают то, что он там вещает. Ни одной реплики с их стороны, эта встреча была фактически устроена как короткая версия традиционных лекций о геополитике. Они продолжают эту работу с попыткой раскачать нашу страну. Так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своих целей, мы добьемся этих целей и на этом направлении. В борьбе с неонацизмом. А вообще, эта встреча с тремя молчаливыми женщинами, снятая специально для сидящего на зомби ТВ Плепса, очень напоминает и другие постановочные посиделки Путлера. Например, с якобы матерями оккупантов, погибших на так называемой спецоперации. Я горжусь, у меня еще один дома сын. Если надо будет поехать, и третьего отправлю. Наш президент, это лучше всех, мне кажется. Короче говоря, после каждого теракта, коих за время правления ВВХ было так много, что уже и не сосчитать, кремлевский дед технично сливался, падал на дно и, так сказать, выжидал, пока все рассосется. За 25 лет мы могли бы и привыкнуть, когда случается ЧП, Путин растворяется в воздухе, чтобы его имя не ассоциировалось с неприятностями. Он исчезает. Между трагедиями он крутой и дерзкий мочить террористов в сортирах обещает. Сегодня рано утром проведена операция по освобождению заложников. Удалось сделать почти невозможное. Мы доказали, что Россию нельзя поставить на колени. А на деле жалкий трус, который даже не знает, как себя вести со своим народом. Ну, вот возьмем тот же недавний теракт в Крокус-Сити-Холле, про который, кажется, в РФ уже все благополучно забыли. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась еще сильнее. Так будет и сейчас. То, что он комментировал теракт заученными банальными фразами, это одно. Главное, что Путин же так и не соизволил приехать на место трагедии, встретиться с пострадавшими и их родственниками. Но вы не подумайте, президент Мордора на самом деле очень переживал и все близко к сердцу принимал. Разве можно не верить его усатому пресс-секретарю? Если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. А теперь давайте отойдем от темы терактов и вспомним самое начало большого вторжения в Украину. Вы же помните, что бункерный фюрер, объявляя войну, был на полном расслабоне? Потому что рассчитывал, что реально захватит Киев, если не за три дня, то за неделю точно. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Понимали, что в горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи? Но уже первые сутки войны стали для плешивого недоцаря мега неприятным сюрпризом. Такого единения украинского народа, духа сопротивления армии и людей он не ожидал от слова совсем. Плюс ко всему к борьбе с рашистским агрессором подключился цивилизованный мир. И на Россию посыпались беспрецедентные санкции. Свифт санкции Запада в отношении России вступили в силу. Теперь российские банки официально исключили из международной платежной системы. План Путина с треском провалился. На второй день войны в отчаянии пришлось даже записывать убогое обращение к ВСУ. Мол, сносите свой режим и переходите на сторону Ирав. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засила в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Потом кремлевский упырь затаился на пару дней и выполз со своей главной пугалкой. Приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в режим, в особый режим несения боевого дежурства. Дальнейшие недели ему, похоже, понадобились для того, чтобы осознать и принять свой мегапросчет, а пропаганде, чтобы экстренно поменять свои победные методички. И наши силы спецоперации гибнут сейчас, и наша страна, она... Нет, 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 я не хочу это слышать, подождите, нет, стойте. Они гибнут все равно. Стойте, они в крупнейшее европейское государство месяц спецоперация захватить страну так быстро, разумеется, невозможно, демилитаризировать так быстро невозможно. Достаточно еще раз взглянуть вот это видео времен начала полномасштабной войны, И можно многое сказать о моральном состоянии этого держащегося за стол больного маразматика. В настоящее время обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Ловко прятался и дистанцировался от происходящего он и позже, когда непотопляемый крейсер Москва благополучно ушел на дно. И когда ВСУ выгнали оккупантов из Харьковской области. Когда ВСУ гнали российские войска в 2022 году из Харьковской области, российские солдаты бросали технику и бежали со своих позиций, Владимир Путин был очень занят. Он открывал колесо обозрения, причем дистанционно. Колесо обозрения сразу сломалось, однако никаких больше заявлений Владимир Путин не делал. А чего только стоит побег россиян из Херсона, единственного областного центра, который рашистам удалось оккупировать с 24 февраля? Слава Украине! Слава Украине! Здоровья, слава! У Путина такого грозного и сильного, так сказать, город отжали. А он никак, вообще никак на это не отреагировал. Ледоколы на воду спускал. А в отношении потери Херсона ни словечко не проронил. Все диктаторы, они люди успеха, им надо ассоциировать себя с успехом. А какие же тут успехи на Украине? Какие? Сплошные военные поражения. Поэтому он старательно обходит эту тему. Также зачетно Путин терялся и в июне 23-го, когда его некогда дружбан-повар со своей личной армией уверенно продвигался к Москве. Но что тогда, что сейчас российская власть показала, что умеет только играть жиловаками и надувать щеки. Но как только встречается с серьезным вызовом, а не брошенными пластиковыми стаканчиками, то сыпется, как карточный домик. Да-да, сейчас бункерного шизика нереально кроет на теме вторжения ВСУ в Курскую область. Он явно не ожидал такого поворота событий. Видно, что его одолевает шок, паника и страх. Буквально прячется. Ему буквально страшно. Поэтому Путлер и пытается так отчаянно делать вид, что все нормально, убеждая в этом свой народ, но в первую очередь самого себя. Этот сюжет мы начинали писать прямо во время очередной людоедской ракетной атаки путинского Неурейха. На этот раз серия прилетов случилась во Львове, где якобы скрепные и духовные нелюди убили сразу трех детей. И мы даже потратили некоторое время, чтобы посмотреть, расскажут ли простым россиянам, что они проживают в стране детоубийц. Все-таки раньше местные топ-пропагандисты очень любили именно на детских жизнях спекулировать. Там каждый день гибнут люди, там погибли тысячи мирных граждан, там у тысячи детей оторваны руки и ноги, тысячи детей похоронены в маленьких гробиках. Но, как вы, наверное, уже догадались, о трагедии во Львове глубинному народу не сказали ни слова. Куда ни включи везде пораженные базы наемников, биолаборатории и натовские войска в трусиках. Да и правильно, на украинских же детях пиара не сделаешь. Зато можно позорно кукарекать об ударах возмездия. Мол, нынешние прилеты по мирным жителям – это ответ за Курскую область. Промышленные предприятия. Электростанции. Внезалежный блэкаут. Такое дипломатическое решение. Это атака. Российский удар возмездия за вторжение украинской армии в Курскую область. Смотрится такая пропаганда максимально жалко и рассчитана на самых тупых. Если что, Россия явно также била по Львову, Киеву и другим городам Украины на протяжении многих лет. То есть еще до боевых действий в Курской области. Сегодня снова массированный удар, в том числе по украинской столице с использованием российских, будем их так называть, российских беспилотников Герань-2. Даже если в этот дом попала наша ракета, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно. Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. А нынешние попытки карманных останкинских болванчиков натянуть сову на глобус – это не что иное, как попытки переложить проблему с больной головы на здоровую. Ну а еще показать зет-патриотам, что царь-батюшка якобы страшно наказал хапулов за перенос войны на территорию России. Совершено нападение на международно признанную территорию Российской Федерации. Курск – это не Донбасс, они этого не признают, но Курск они признавали за международно признанную территорию. Поэтому, с моей точки зрения, у нас сейчас полностью развязаны руки к тому, чтобы перевести конфликт из того состояния, которое он сейчас, это операция по принуждению миру, в полноценные боевые действия против страны противника. Божечки, вот как им самим не смешно? 2024 год скоро к концу подходить будет, а убогие до сих пор таскаются с темником «Мы еще не начинали». Это дает возможности наносить удары по любым объектам, не только инфраструктуры, но, например, по объектам политического управления. В нынешней ситуации надо переходить к более активным действиям, используя все возможности, которыми обладает наша страна. Стоит ли напомнить, что все эти угрозы – не что иное, как жалкий треп беспомощной страны, которая все виды вооружений, кроме ядерки, давно применила? Но результаты как-то незаметны. Причем незаметны настолько, что ровно в этих же студиях вдруг заговорили о захвате всей Украины к 2027 или даже к 2029 годам. Насколько продержится Украина? Помните, в ряде документов Европейского Союза мелькало понятие «29 год». То есть европейцы готовы будут к 2029 году. Они могут передвинуть этот срок, сейчас пытаются его ускорить, к 2027 году. То есть украинский конфликт необходимо решить до этого времени. А что такое, ребятки? Нам кажется, или вы подсдулись маленько? Собирались х**ов за три дня победить? А теперь войну на семь лет прогнозируете? Да и перед неким Апти Алаудиновым откровенно неудобно получилось. Кадыровец ведь публичное окончание СВО через 2-3 месяца пообещал. Я думаю, что ближайшие 2-3 месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью все СВО. А тут такая подстава. С другой стороны, все мы знаем, что память у глубинного народа, как у рыбогуппи. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Да и смысл какие-то там обещания запоминать, когда голову каждый день новым мусором забивают. Например, конкретно сейчас, следуя тактике «сам дурак», пропагандисты очень любят охать и ахать из-за прилетов по Белгороду. Белгород сегодня не спит с 6 утра. Украинские боевики в очередной раз атаковали спящих белгородцев. И ты смотришь и не веришь своим глазам. Вот как их молнии прямо в студии там не фигачат. Это то же самое, если бы серийный маньяк-убийца, получив разок в челюсть, заявление в полицию писал бы. Скажем, черти бьют кабами и баллистическими ракетами по жилым районам Харькова уже несколько лет. Только недавно попали в дворец спорта, гипермаркет, парк и ряд жилых домов. И у них после такого поворачивается язык повизгивать «А нас-то за что?» Ну, если ты называешься Бандеров, то что ты должен делать-то, кроме как убивать мирняк? С другой стороны, а чему удивляться? По уровню цинизма и фейков Россиюшка давно впереди планеты всей. Причем убогие дошли до той чудесной стадии, что сами признаются, мол, да, во время войны правда и не нужна. Я понимаю, в условиях войны не надо всю правду говорить. Более того, вполне возможно, надо говорить какую-то и неправду, которая в твоих интересах. Вот так признание. Что же вы раньше людям прямо противоположное говорили? Витязей в тигровых шкурах из себя корчили. Мы как раз говорим правду. Но, видимо, уровень доверия к телеку падает с такой скоростью, что устраивать спектакли уже не имеет никакого смысла. А потому пропагандисты, не стесняясь, заявляют, мол, да, мы врём. Ну, надо говорить какую-то и неправду, которая в твоих интересах. А людей, которые мешают врать, Соловьёв и компания предлагают арестовывать. Ну, это безумие какое-то, когда люди ради собственного... Вот, смотрите, вот, да. Пять утра он стоит, наблюдает. Откуда он знал, что там надо быть в пять утра именно туда снимать? Его сразу можно брать. Он, очевидно, работает на украинские спецслужбы. А то, из чего холопы вздумали. Снимают удары по стратегическим объектам, показывают всему миру беспомощность путинской армии. Это же никто после такого не поверит, что в России якобы лучшее в мире ПВО. У нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там и начиная сейчас, вот, С-500 на подходе, С-400, С-300, БУК, ТОР, Панцирь, всё очень эффективно. Ну да, лучшее в мире. Только дроны ВСУ пару тысяч километров до Мурманской области уже пролетают. Да и Москва красиво сбивает украинские птички прямо нефтяными гигантами. Мужики, сбейте его, блядь! Это ПВО, они из автоматов что-то стреляют? Вот, интересно. И как же забавно после подобных прилетов наблюдать за попытками останкинских шизиков сломать правду через колено? Послушайте, вот в каком ключе рублевые болванчики комментировали уничтожение целого ряда энергетических объектов в южных регионах России. Это таких нефтебаз в любом совхозе. Если где-то есть какая-то скопище техники, то есть где-то хранилище какого-то горючего, которое даже, в принципе, и прикрывать никто не собирается. Их тысячами по стране разбросано, а подается это так, как будто что-то там уничтожено. Что кому не ясно, оказывается, та же огромная нефтебаза в Пролетарске и не нужна была особо. Видимо, дотационная была. А потому пропагандисты сравнивают объект, который Россия строила 15 лет. Вот что осталось. 15 лет строили. За неделю ухандокали. С будкой для сторожа. Мол, хранили, а бы что подожгли и бегают теперь, как дурачки и радуются. И где-то что-то там упало, где-то что-то загорелось, там будка сторожа, у меня вагончик с заначкой, или еще что-нибудь. И тут же несется по всем этим. Вот горит целый нефтеперерабатывающий комбинат. И что тут скажешь? Подобная риторика нас более чем устраивает. Пусть и дальше делают хорошие мины при плохой игре. Ведь холопы ж сейчас слушают и головой кивают, мол, для России такие прилеты сравнимы с укусом комара. А потом, оп, и неожиданно то с горючим для посевной и уборки урожая проблемы. Аграрии беспокоятся, как будет с топливом, там какие-то решения всегда принимаются правительством и так далее, и тому подобное. Поэтому вот эти атаки, они ставят своей целью именно нанесение ощутимого экономического ущерба России не только в области, а переработки нефти, экспорта нефтепродуктов, это само собой. Да и с бензином правительство РФ, видимо, от нечего делать ограничения вводит. В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, говорил их в письме, отправленном главе правительства. То есть, чем наглее пропагандисты сейчас врут по телеку, тем болезненнее и в будущем будет разочарование. И это, кстати, не только ударов по энергетике касается. Дело в том, что кремлевская пропаганда изрядно распустила перья и по ситуации на фронте. Куда ни включи, везде они такие победители, что мама не горюй. На Донбассе у нас действительно продвижение, ежедневное продвижение. У нас получается так, что практически каждый день мы или берем под полный контроль несколько населенных пунктов, или хотя бы начинаем входить в их окрестность. Естественно, при такой подаче материала не обходится без сладких обещаний. Так продвижение оккупантов в районе Покровска, Мирнограда и Селидова вызвало в московских студиях небывалую эйфорию. Это, в принципе, на Донбассе у нас действительно все очень хорошо, и это радует. Додики чуть ли не вокруг люстр летали от счастья. А потом не постеснялись заявить, якобы вся Донецкая область станет частью России до конца года. И если вот такой прогресс сохранится, я думаю, что до конца года можно будет уже говорить о том о полной зачистке Донбасса от присутствия украинского сапога. И все бы это было хорошо и прекрасно. Но ровно такие же речи мы где-то уже слышали. Например, от гауляйтера в СИА ДНР и Дениски Пушелеме, который в феврале 22-го года грозился выйти на границы Донецкой области за два дня. До выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни. И так и хочется уточнить, ну как там дела? Вышел? А то уже 2025-й не за горами, а вы лишь продолжаете обещать. И это, конечно, не означает, что россиян нужно закидывать шапками. Они действительно сейчас в районе Донецка сверхусилия прилагают. Но в то же время все запоребриковые страшилки и угрозы это точно не повод истерить и паниковать. Ведь давайте прямо. Пропагандисты сейчас акценты на Донецкой и Харьковской областях не просто так делают. Основные бои сейчас ведутся под Волчанском. По самым скромным подсчетам противник нагнал туда около 50 тысяч человек. Но даже при таких условиях ни о каком контрнаступлении речи быть не может. При нынешнем соотношении сил ВСУ могут только сдерживать оборону. У Додиков стоит простая, как дверь и задача отвлечь холопов от курского направления. Там, несмотря на обещания Герасимова, Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. И подобные реляции кадыровцев Россия продолжает сдавать территорию. Так буквально на днях после долгого и неумелого вранья российские военкоры признали утрату населенного пункта Малая Локня. Немного нехорошо в Курской области, но пока молчим. Малая Локня оставлена нашими силами. То есть стабилизировать фронт россияне не могут. И рано или поздно тайное станет явью. Как бы ни старались пропагандисты. И вот тогда к тем, кто врал зет-патриотам прямо в глаза, могут возникнуть неудобные вопросики. И да, лично у нас нет никаких сомнений, что с такой информационной политикой, как сейчас в России, рано или поздно никакие бандеровцы или международные суды не понадобятся. А со станкинскими фейкометами под одобрительный гул толпы разберутся их же зрители. Те самые зрители, которые федеральные каналы годами растили на ненависти. Но бумеранг, как известно, имеет свойство возвращаться. Бумеранг ненависти в том числе. И хорошо, что все эти Соловьёвы, Скобеева и прочие симоньяны этого пока не понимают. Просто когда поймут, будет уже поздно. И это будет тот особый случай, когда негодяи получат по заслугам. А справедливость восторжествует. Что ждёт российских школьников в новом учебном году? Для 18,5 миллионов школьников вступят в силу новые правила. Как из детей готовят новых участников мясных штурмов? И самые счастливые люди России прибыли поддержать курчан. Лето ознаменовалось резонансными уголовными делами и посадками ближайшего окружения бывшего министра войны Шойгу и по совместительству главными патриотами РФИ. В Министерстве обороны продолжаются чистки, начавшиеся со смены руководителя ведомства Сергея Шойгуна Андрея Белоусова. Совсем недавно задержали очередного патриота, простите за тавтологию, директора парка «Патриот», того самого, который открывал Путин и благословлял Шойгу. Теперь Попов стал уже десятым человеком из системы Минобороны России, арестованным по коррупционному делу за последние месяцы, начиная с ареста другого замминистра Тимура Иванова в конце апреля этого года. Все эти «Ура-патриоты» оказались в итоге скорее патриотами условных денежных единиц, шикарных авто и люксовых брендовых часов, нежели своей родины. В принципе, ничего нового. Это технология, с помощью которой Путин управляет, так сказать, элитами. В продолжении темы расистского патриотизма в школах Арефии с нового учебного года будет масса изменений, направленных на воспитание достойной смены ура-патриотов на всех уровнях. 1 сентября патриотическое воспитание будет интегрировано в каждый предмет школьной программы, включая математику, ну и даже физкультуру. Лето пролетело очень быстро, и все в Арефии поменялось настолько кардинально, что многие россияне и опомниться не успели. Патриотизма Российской Федерации. Так что демилитаризации по совместительству декоммунизация идет по плану. Леніна свалили. Сколько живут, о кого я сегодня видел. Всправді, бачите колишній памятник Леніну. Самі російські окупанти з их півдрона його знищили. Не знаю, ну, чтобы он не дістався українцям, мабуть. И сейчас вот такий захід на памятнику святлини зруйнованих мест Киевщины, Ирпеня, Бучи, Гостомеля та других, чтобы местные жители могли бы видеть, что російськие окупанти делают с украинскими местами и поревняют, как мы ставим до Курської області і до Суджі зокрема. Так що війна пришла і в логово агресора. В Москві традиційні шкільні линейки проведуть в поміщеннях в цілях обеспечення безпецісті дітей. Родітей на линейки не пустять. Некоторі школи предложат їм удовлетворитися онлайн-трансляцію мероприятия. В некоторых московських школах і других школах в регіонах по всей РФ у дітей праздничні линейки отменили. Діти сразу же отправятся на специальні уроки «Разговори о важном». К ним, стоит сказати, в этом учебному году добавиться і новий предмет. «Основа безопасності і защита Родини». Так називається предмет, який прийдет на замену привычному ОБЖ в российских школах с 1 сентября. На этом урокі будуть обучать военній подготовки. Детям будуть рассказывати о поведенній во время военній угрозы, оказанні первой медицинської помощі во время боєвих действий, положенній воєнних уставів і свойствах стрелкового оружія. «Как сообщають государственні СМИ, старшеклассники смогуть применить знання на практиці в тактической, огневой, военно-медицинській і техніческой подготовці. Дети узнають об оружію массового пораження, беспилотних летательних апаратах і военній службі по контракту і призыві». В прошлом году ученики 10-11 класів получили учебники по истории под редакцією самого Владимира Мединського. «Вот там переписана история с 1970-х годів і, головне, добавлено на раздел про СВО». «Вот так об этом недоучебнике говорить один із учителей, не пожелавший по понятным причинам назвать і показати себе». «Последний учебник Мединського, да, він отвратительний, поскольку він написан по заказу государства, я думаю, когда-нибудь він буде в музей тоталітаризму». Но в этом году взялись і за средні класи. Учеников начиная с 5-го класа ждут обновленные учебники по истории і географії. Те, які вже тож успели переписати согласно методичкам Кремля. «В частности, появятся разделы с разъяснением причин начала так называемой специальной военной операции. Детям объяснят, що за нові регіони такі, і що таке многополярний мир». О многополярності любить говорить «Бункерний». «Один из способів – це многополярність. Каким это должен быть мир? Это мир, учитывают интересы всех стран народів». Таким образом, ВВХ любит оправдывать свою агрессию в Украине. «Потому що це адекватна реакція». Но спляшивим уже давно все понятно. А вот то, що він хочеть навязати подрастаючому поколенню в России, вот це страшно. «Я абсолютно прав». В этом году репрессивная машина тоталитарного государства будет еще пристальнее наблюдать за тем, как взращивается новая кровь. В прямом и переносном смысле. И Кремль будет еще активнее пытаться влезть в мозги к неокрепшим умам. «Культурный центр «Традиция» писателя Захара Прилепина и фонд «Защитники Отечества», заместителя министра обороны Анны Цивилевой, но мы помним, что она племянница Путина, передали в Минкультуры каталог произведений, которые должны сохранить историческую правду». Конец цитаты. Авторы списка предполагают, что Министерство культуры будет рекомендовать эти произведения для чтения в школах. В список незаурядных прокремлевских писателей попала и, прости господи, уроженка Харькова поэтессы из этого инкор Анна Долгорева, которая родилась, жила и работала в Харькове до 13-го года, а потом переехала на Донбасс, вышла замуж за недовояку из Дейнерии и теперь строчит уропатриотические стишки на радость расистской пропаганде. «Если у государства не поставлена эта задача, никакого донбасского текста, никакой новой патриотики не сложится ни в литературе, ни в живописи, ни в кино». Так что российским школьникам в этом году в школе действительно придется непросто. С началом войны российские школьники делают окопные свечи, костыли для солдат и пишут письма на фронт. Слишком на многие вещи придется закрывать глаза и отметать этот бред по возможности. «Мы поддерживаем российских солдат в зоне СВО. НАТО! Руки прочь от Донбасса! Нет фашизму! Всегда готовы!» Иногда на помощь приходят учителя, которые берегут детей и их сознание. Но Кремль требует доказательств о проделанной работе. Например, на уроках о важном. Так что приходится учиться жить по их правилам и подыгрывать ради безопасности. Каждый класс или параллель в другом класс раз в год или в полгода должен утром пить аппарат перед этим уроком и нас снимают на видео. Мы отчитываемся департаменту, как дети выносят флаг. Сначала это очень тригрило, но у меня было тяжело морально. Сейчас уже как-то все равно. Но я думаю, если бы не вся эта ситуация, это же в целом нормально. Просто надо довести до такого, что от влагогимна просто тошнит. Но есть такие учебные заведения на болотах, где спрашивать, чего хочет ребенок, и вовсе не принято. Там полнейшее погружение в пропаганду и уропатриотизм, так скажем, с головой. Это кадетские корпуса и даже кадетские классы в обычных школах. С Богом! Добрый путь к кадетскому братству! Тем, кто сегодня здесь, я плечом к плечу. Ормогой троекратный урон, двократный ходит протяжный. Ура! 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 Это кадры с выпускного шахтинского кадетского корпуса, который находится в Ростовской области. В Курской области в августе погиб 22-летний выпускник этого кадетского корпуса. Попал с корабля на бал, как и честь ждет всех выпускников подобных заведений. Девиз кадетского корпуса «За веру отцов, за честь родного погона». Нет у нас выше сегодня символа чести тех людей, которые ходят, носят мундиры. У Рашистского государства, кстати, стоит сказать, отработана целая система, как набирать и готовить штурмовиков, от родителей которых потом можно будет спокойно откупиться. Да, реально отправляют детей, которых не могут обеспечить, которые, допустим, с плохим поведением. Это совершенно не связано с династией военных, вот просто вообще никак. По словам источника The Insider, занимаются с детьми там не военные, а казаки, которых в народе часто называют ряженые. У них свои взгляды на воспитание и формирование будущего молодого поколения. И поэтому, конечно же, вот детей, которые туда собирают, их там очень мало городских. Это, как правило, с местных деревень, откуда-то еще многодетные семьи, какие-то неблагополучные семьи. Поступать в кадетский корпус не нужно, туда просто берут, без всяких экзаменов. Так что подготовка к пополнению обменного фонда идет полным ходом. Ряженые кизяки и сами активные участники войны в Украине еще с 2014 года. Поэтому никого из молодых жалеть не будут. Перепрошивка по полной. И вот с этими детьми из кадетского корпуса на них псевдопатриотизм вешать просто класс. Шагать, рассказывать, проводить какие-то беседы. Вот это то, что надо. То есть это не распальцованные дети из хороших школ, которые пришли домой, повернулись, посмеялись, обсудили. Здесь все совсем по-другому. Вот тут как раз таки патриотизм развивается, который нужен государству полностью на 100%. Еще одна важная инициатива для Кремля это ввести урок семьеведения. Автором такой инициативы стала глава Семейного Комитета Госдумы Нина Астанина. Та самая, которая выступала против принятия закона о домашнем насилии. Сажу закон о семейно-бытовом насилии. Категорически нельзя принимать этот закон ввод семьи и считать семью источником насилия. Мне представляется, что это нанесет просто окончательный удар по институту семьи. По мнению депутатов, поддержавших введение этого курса в школах, семьеведение убережет РФ от падения в демографическую пропасть. Хотя куда ниже падать, если они уже в пропасти. В моральной так точно. Во время занятий детей будут готовить к семейной жизни, рассказывать о правильном выборе спутника и традиционных ценностях. Я сейчас цитирую по официальным источникам. Цель курса формулируется так. Формирование просемейных ценностно-смысловых установок, должность, многодетность, целомудрие. Это с 5 по 11 классы. Главное, как кремлевские чину Ширьяна пропагандируют моральные, духовные и семейные ценности. При этом сами имеют по несколько семей любовниц и незаконно рожденных отпрысков. Хотя, что грешить, на демографическую ситуацию они влиять стараются. А Россия, небось, думают. Мы все знаем про любовницу Путина Алину Кабаеву и Светлану Кривоногих, с которыми он официальные отношения не оформлял, а факт связи с ним скрывается от общественности. Да и приближенные Путина ведут себя так же. Незаконное богатство записывают на тайных женщин, а внебрачных детей пристраивают на самые прибыльные места. Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Ну а в Омской области директор школы, оказывается, ранее был главой ВСИН по Тюменской области. То есть, руководил всеми тюрьмами и колониями в области. Многозначительное переназначение, которое говорит больше о происходящем на болотах, нежели другие деяния кремлевских чиновников. Но это не просто новость или финал истории. Это только начало. Так вот. Ну а директор школы в Омске, который ранее работал в колонии, запретил уборщицам использовать слово мусор. Так в уничижительной форме говорят о полицейских. На это анонимно пожаловался местный житель в социальных сетях. Автор поста утверждает, что за Евгения Баранцева, так зовут директора, я процитирую, делают работу все, от завхоза до завуча. А сам руководитель школы якобы говорит, еще одна цитата, я здесь хозяин. Из-за такого барина учителя массово начинали увольняться из школы. Более того, вакантных мест стало настолько много, что пришлось закрыть садик при учебном учреждении. Детский сад при школе не функционирует уже два месяца из-за нехватки персонала. Но что касается слова мусор, уборщицам вместо него якобы разрешено произносить только слово ссор. Ну вот, еще одна автозамена. Не мусор, а ссор, не взрыв, а хлопок. И вообще, не выносите ссор из избы. Все у нас на болотах хорошо, просто отлично. Вон, глядите, люди на Курщине счастливые сидят, поют. Я счастливый, я счастливый лет на стол. Хочется сказать слова благодарности таксистам из Курчатова, которые привезли человека за этой машиной за 7 тысяч. Спасибо вам, ребята. И помылись ребята в Курске за 3 тысячи. Просто с человека просто прийти помыться за 3 тысячи. Спасибо вам, дорогие землячки. Нам нужно все. Я русский! Я иду до конца! Я русский! Вот они, славные патриоты. 16 миллионов за концерт и по две коробки гуманитарки тем, кто умирает за Кремль. Каждому досталось завидовать больше нечему. И да, конечно, большинство тех, кто за партой изучали истории по учебникам Мединского или ходили на уроки о важном, будут сидеть без рук и без ног в подобных актовых залах и хлопать, если и будет, чем миллионерам, которые поют о том, что главная гордость это быть русским. Единицы станут директорами парков Патриот или министрами обороны. Да и им, как вы заметили, недолго дадут побыть у кормушки. Ведь Кремль не любит, когда кто-то задерживается на своей хлебной должности надолго. Конечно, если его фамилия не Путин. Я уже много раз говорил о том, что вот это переписывание истории, оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам. И в конечном итоге пойдет во вред тем, кто это делает. Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья. Все будет Украина.